Послание пятое. Я накормлю их полынью. Устами пророка Иеремии сказал Господь о народе своем, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали глаза моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след ваалов, как научили их отцы их. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою, желчью. Иеремия, глава 9, 13-15 стих. Знаете ли вы то, что я знал в этой стране? Я знал одного человека, который совершил десять грехов. Он не верил в Бога, он поклонялся вымыслу, как богам, хулил и поносил имя Божие, бил родителей, воскресенье не оставлял своих ежедневных забот, совершил убийство человека, прелюбодействовал, обкрадывал и друзей, и врагов, и церковь, и государство, лгал и лжесвидетельствовал, завидовал ближним и желал чужое сделать своим. Следовательно, он полностью попрал ветхозаветный закон Божий, разбил скрижали Моисеевы и поклонился золотому тельцу еврейскому. Эх, братья мои, как только вспоминаю я этого беззаконника, сразу же вспоминаю и другого, и еще сотню таких. Думаю, что и каждый из вас знает хотя бы десяток таких же грешников в своем окружении. Что же удивительного в том, что Господь оставил нас и предал мечу злейшего из земных народов? Излишне говорить, что не весь народ был таков. Конечно, не весь. Но и не все израильтяне прелюбодействовали с женами медиамскими, а погиб весь народ. Погибло двадцать четыре тысячи человек. Хотите ли еще один пример? Когда Иисус Новин осваивал землю обетованную, один единственный человек согрешил близ Иерихона, скрыв несколько украденных вещей, но из-за его преступления в один день пострадало три тысячи воинов. И еще один пример. Вспомните, что произошло, когда филистимляне вернули ковчег завета израильтянам, и те обрадовались весьма, и от радости и любопытства открыли ковчег, и некоторые из них заглянули в него. Разве не считали вы, что из-за греха одного единственного человека, пророка Божией Ионы, едва не утонул целый корабль со многими путниками? Удивительно ли, что наш государственный корабль затонул из-за тысяч грешников, согрешивших тяжелее пророка? Не напоминайте мне Содом и слова Божие, сказанные праведному Аврааму, когда Авраам спросил Господа, уничтожит ли он грешный Содом, если найдет в нем десять праведников, ответил ему Господь, что не уничтожит, но ради десяти праведников пощадит. Вы говорите, в сербском народе было больше десяти праведников? Почему же Господь не пощадил нас? Зачем искушаете меня? Как будто не знаете, что Содом был городом язычников, что не знал он Бога единого, так, как знал его народ Израиля, не был крещен он во имя Святой Троицы и не причащался крови Христовой, как причащался сербский народ. Разница, как между небом и землей. Потому тот, который праведно судит, хотел сохранить Содом ради десяти праведников, но не хотел сохранить ни Израиль ради десяти тысяч, ни сербов ради сотен тысяч праведных душ. Ибо содомляне ничего не знали о едином истинном Боге, евреи узнали о едином Боге от пророков и благодаря множеству чудес, а сербы узнали о Господе, явленном в мире в свете лица Господа Иисуса Христа по мере познания и мера наказания. Оставим же тяжбы с Господом и с признанием искренним и в покаянии сокрушенно воскликнем. Праведен еси Господи Боже наш, и праведно сотворил еси, что нас, сербов, накормил полынью и напоил желчью, ибо многие из нас попрали Твой святой закон, словно он какая-то закорючка, парламентом написанная, и не просто попрали его однажды, но попирали двадцать лет пред лицом неба и земли, и многие забыли о Тебе, о Господе, Отец наших, Боге святых наших, царей и патриархов, постников и молитвенников, страдальцев и мучеников, и ходили по упорству сердца своего, умершвленного телесными страстями, и дьявольскими обольщениями. Потому праведно сотворил Ты, что накормил нас полной мерой полыни и напоил полной чашей желчи, Господи славный и страшный. А теперь сокрушенно молимся Тебе, Господи, пощади остаток народа своего, да не посмеются над нами, над Тобой, еретики и язычники, говоря в суе, где же этот Бог сербский, почему не поможет сербам сейчас, почему не освободит их от нас, если он сильнее, и где тот святой Сава сербский, почему не защитит он сербов, если они его так любят и величают. Из Твоей десницы, Господи святый, снова примем мы полыни, желчь, но не предай нас в руки человеческие. Помози нам, Господи, помози нам исправиться и чисто послужить Тебе, даруй нам силу Твоей святой благодати, да по закону Твоему во всякий день воздыхающие, в каждом дыхании славе мы величаем единого, истинного Бога нашего в Троице живоначальной, единосущной и нераздельной во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok